МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, я Алексей Лихман. Это подробности, ну, очередной очень скандальной недели. НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, НАПК, битва аббревиатур продолжается. И на этой неделе к уже традиционному выяснению антикоррупционных отношений добавилась еще и миграционная служба. Одни заявляют, что разоблачили агента НАБУ на провокации взятки. Другие уверяют, что это была никакая не провокация, а спецоперация. Да и вообще любые претензии называют исключительно черным пиаром. Эмоции так зашкаливают, что ситуация похожа уже просто на теледраму. Кстати, примерно так ее и охарактеризовал президент Украины Петр Порошенко. Я цитирую, шума и перьев столько, что действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал. И вот посудите сами. Второй день все спорят о том, что опять случилось с НАБУ. Но конкретных фактов до сих пор не так уж и много. Зато обвинений уже хватит на несколько месяцев. Какие все-таки факты удалось установить к сегодняшнему дню? Вот давайте посмотрим. Поймай меня, если сможешь. Непримиримая антикоррупционная борьба в Украине все больше напоминает закрученный сюжет шпионской саги. Блокбастер этой недели СБУ, НАБУ и она. Замглавы миграционной службы. Все началось в среду вечером. Сотрудники СБУ задержали агента НАБУ за склонение к взятке. Главная жертва денежных домогательств Дина Пимахова. Уже в четверг она вышла к журналистам. Он начал предлагать решение вопросов о поддержке незаконной легализации иноземных граждан на территории Украины. На что я отмолила. История отношений Пимахова и агента НАБУ под прикрытием началась полгода назад. Сперва общение ни к чему не обязывало. Но потом новый знакомый якобы стал провоцировать замглавы миграционной службы на получение взятки. За украинские паспорта для граждан Вьетнама и Ирана предлагал взятку. 15 тысяч долларов. Однако Пимахова от этих денег отказалась и обратилась в СБУ. Там начали слежку и прослушку. И в конце концов взятка дателя задержали. Но в НАБУ сразу заявили, их сотрудник работал под прикрытием. А взятка была частью спецоперации вместе с САП. В срыве спецоперации НАБУ обвиняет СБУ. Тем временем в Генпрокуратуре говорят, ситуация неоднозначная. Мол, действия агента НАБУ это уголовное преступление. Но и чиновница миграционной службы не так чиста, как кажется. И за первую услугу для агента НАБУ деньги все-таки взяла. Эти разговоры в общий доступ выложила НАБУ. На записи сотрудница миграционной службы Пимахова предлагает иностранцу прописку в Украине за 30 тысяч долларов. Была ли коррупция в действиях чиновницы? И склонял ли ее к взятке тайный агент? С историей коррупционного искушения теперь будут разбираться дальше. А пока в НАБУ заявили, все спецоперации под прикрытием сорваны. Ну а агенту НАБУ светит до 7 лет лишения свободы. На фоне вот такого уже привычного выяснения отношений между правоохранительными органами, новыми и старыми, любопытно вспомнить, что антикоррупционное бюро в нашей стране создали аж 2,5 года назад, весной 2015-го. Еще раз, прошло уже 2,5 года. Да, первые 8-9 месяцев ушли на то, чтобы сформировать штат бюро, найти и обустроить офис, закупить все, что нужно для начала работы. Но согласитесь, при создании ведомства никто не думал, что столько времени пройдет, а громких приговоров по антикоррупционным делам будет в разы меньше, чем громких обвинений. И вот когда об этом спрашиваешь директора бюро Артема Сытника, он всегда отвечает, что нужно создать еще и антикоррупционный суд. Тогда, мол, будет результат. Свежий пример интервью Сытника агентству «Украинские новыны», опубликованное вчера. Он снова говорил об антикоррупционном суде и при этом ссылался на опыт других стран. И тут очень интересно. Журналист спрашивает, может ли создание вот такого суда дать мгновенный результат? Имелись в виду приговоры коррупционерам. Сытник отвечает, что мгновенных результатов не бывает, и что даже в Румынии, которую часто приводят в пример Украине, борьба с коррупцией принесла плоды не сразу. Ну а дальше, даже не упоминать, что вот как раз-то в Румынии никакого специального антикоррупционного суда нет, зато результаты есть. И вот что такое румынские антикоррупционеры сделали, чтобы у них были не только громкие скандалы, но и громкие приговоры. Почему вообще у Румынии страны весьма похожая на нашу получилось стать одним из лидеров по борьбе с коррупцией? Ответы на эти вопросы искал и нашел Алексей Пшемызкий. Самый жестокий коммунистический режим Европы, как Румынию называли при Чаушеску. Его свергли еще в 89-м, но даже сейчас, здесь, в Бухаресте, многое напоминает о тех временах. Дом народа, крупнейшее в мире административное здание, личный дворец Чаушеску. Сегодня здесь заседают румынские депутаты. Сегодня, почти 30 лет спустя после свержения диктатора, это здание остается памятником жадности и коррумпированности Чаушеску. Его площадь 350 тысяч квадратных метров. Это в 600 раз больше Межегорья Виктора Януковича. А, возможно, поэтому и с коррупцией здесь борются в разы интенсивней. За последние годы именно борьба с коррупцией стала визитной карточкой страны, некогда самой коррумпированной в Европе. Экс-премьер, брат бывшего президента, министры, замы, десятки депутатов, мэры, прокуроры, нотариусы. Более пяти тысяч румынских чиновников самых разных рангов предстали перед судом. Все эти дела ведут здесь, в небольшом здании в центре Бухареста. ДНА – национальный антикоррупционный директорат Румынии. Организация, которую здесь боится каждый чиновник, и которой простые граждане доверяют больше, чем президенту и даже церкви. По статистике, 9 из 10 чиновников, которые проходят через эти двери, чтобы попасть на допрос, выходят уже в наручниках. По ту сторону нас встречают молодые сотрудники, просторные коридоры и бюст Влада Цепиша, того самого Дракулы, не мифического, а вполне реального правителя, который в 15 веке в Румынии начал жестокую борьбу с нечестными торговцами. В его тени и работают современные румынские антикоррупционеры. Однако здесь верят не мифам о вампирах, верят законам. Здравствуйте. Приветствую вас. Благодарю вас за возможность провести это интервью. Лаура Кавеши, главный прокурор национального антикоррупционного директората Румынии, женщина, наводящая ужас на румынских чиновников, назначенная на должность 2013-м президентом, три года спустя она отправилась за решетку его брата, добилась увеличения тюремного срока для экс-премьера за взятку в 630 тысяч евро, отдала под суд мэра Бухареста, посадила экс-главу нацагентства по борьбе с экономическими преступлениями. Сейчас под руководством Кавеши ДНА ведет дело против бывшего главы правительства. Мне сказали просто делать свою работу, и я начала. За четыре года она вернула стране украденных 2 миллиарда евро. Сама носит скромный костюм и получает 3200 евро в месяц. И выплачивает кредит за свою двухкомнатную квартиру на окраине города. У нее нет машины, ни она, ни кто из ее родственников не владеют элитными виллами. Поначалу все было плохо. Мы собирали дела, работали над ними, отправляли в суд, но там все разваливалось. Поэтому мы начали работу именно с очищения судейской системы. В том числе благодаря давлению со стороны ЕС были приняты нужные законы. Мы провели судебную реформу. На первые дела ушли годы, но затем люди стали видеть реальные приговоры. Под давлением ЕС здесь поменяли законы. Вместо старых партийных деятелей пришли молодые судьи. Суды реорганизовали и модернизировали. Мы решили отказаться от идеи создания специализированного антикоррупционного суда. Вместо этого назначив прокурора, в которых бы занимались исключительно такими делами. Наши дела случайным образом распределяются между судьями, чтобы исключить коррупцию. Для успешной борьбы с ней не нужны специальные суды. Необходимы команды детективов и экспертов, которые могут вести качественное расследование. Специализированные прокуроры. У нас также есть право проводить слежку. Есть доступ к банковским счетам подозреваемых и программа защиты свидетелей. За четыре года Лаура Кавеша добилась судебных приговоров для трех министров, 17 депутатов, 4 сенаторов и тысяч чиновников мелкого ранга. Теперь жители страны доверяют ей даже больше, чем главе церкви. Войну с коррупцией в Румынии ведут тысячи людей. Десятки общественных организаций собирают данные о чиновниках, проверяют все разоблачительные статьи и телесюжеты. Аналитик Сарин Иоанници уверен, без воли руководства страны это было бы невозможно. Наиболее важную роль сыграл президент. В 2005-2006 году он запустил эту систему. Были созданы институции и им дали работать. Они получили карт-бланш от власти. Ваши политики поняли, что можно просто создать антикоррупционные институции, формально выполнить все требования Запада, подписать все бумаги, поставить галочки возле выполненных пунктов. Но это всего лишь начало марафона, не его финиш. Между ними долгая и кропотливая работа над конкретными делами. И у вас вести эту работу пока не хотят. Но вести борьбу с коррупцией и в Румынии хотят далеко не все. Уже год часть депутатов пытается провести через парламент новую судебную реформу, которая лишит Кавеши и ее подчиненных независимости и переведет под контроль Минюста. Эти предложения вызвали бурю протестов, наиболее масштабных после свержения Чаушеску. На этой неделе тысячи людей снова вышли на площадь Победы. Я участвовал в революции 89-го, и я не хочу, чтобы это повторилось. Я верю в свою страну. Все начинается с законов. Если не соблюдать законы, то все пропадет пропадом. Если изменения все же примут, на улицы обещают выйти миллионы. Тогда в 89-м в центре Бухареста прошли масштабные бои. Следы от выстрелов и пулеметных очередей долгие годы оставались на десятках зданий. Сейчас их реконструировали, оставив нетронутыми лишь некоторые, как вот это, напоминание о том, куда приводит всезазволенность. Из Бухареста Алексей Пшимыский, Сергей Вадмить. Подробности недели, телеканал Интер. На этой неделе стало ясно, когда в Украине наконец-то заработает обновленный Верховный суд. Уже меньше, чем через две недели, 15 декабря. Любопытно, что этот день приурочен к 100-летней годовщине со дня основания Верховного суда Украинской Народной Республики. Судьи обновленного Верховного суда выбрали и председателя, вернее председательницу. Это Валентина Данишевская. В юридическом сообществе уже оценили такой выбор. Говорят, что это человек не из судейского истеблишмента. Она много лет занималась вопросами усовершенствования законодательства. Перемены в системе прокуратуры. Причем не только содержательные, но и символические. Сегодня в День работников прокуратуры Украины был опубликован указ президента о новой символике Генеральной прокуратуры. Эмблему получилось одновременно модернизировать и связать с украинскими геральдическими традициями. Еще Петр Порошенко вручил Юрию Луценко новый флаг ведомства. Впрочем, не об одних только символах сегодня говорили в прокуратуре. Генпрокурор отчитался о результатах своей работы и реформировании системы. А вот конфликты, сварки, интриги и враги являются абсолютно неприятными и идут на пользу исключительно сообщественному ворогу. Злочинности и коррупции. Я хочу сказать, что особенно и государства, и общество покладают это на прокуратуру. Так или иначе, но за вами остается обеспечение належного уровня координации деятельности и взаимодействия всех реформованных и новостворенных правоохранительных органов. Такими словами президент поздравлял работников прокуратуры с профессиональным днем и символично утвердил новую символику ведомства. Президент Украины вручил новые права Генеральной прокуратуры Украины. Это не простая изменяя символики с нагодой профессионального света. Это финиш важного шляха по взламу сталинской модели, каральной, тоталитарной системы прокуратуры. Чтобы работа новой прокуратуры была понятна, генпрокурор переводит ее в цифры. Больше 9 тысяч коррупционных преступлений на учете. В суде почти 3 тысячи. Осуждены 8 сотен взяточников. А для еще большей наглядности результат переводят в денежные знаки и гектары. 256 миллионов было повернуто в ходе расследования криминальных справ. Еще 9 миллиардов в ходе защиту интересов государства и государственных организаций в судах. Среди них, между прочим, повернуто 80 тысяч гектаров земли. Это территория, которая сравнивает размеры страны Австрии или в трех областях Украины. Конфисковано у злочинной организации Януковича 44 миллиарда 300 миллионов гривен. Но все эти цифры были бы еще более впечатляющими, если бы судебная система не давала сбой. Ведь много дел разваливается именно в судах. Да и в самой прокуратуре работы еще хватает. Генеральная инспекция может взять будь кого, кому мало зарплаты, и ты добываешь доходы незаконным способом. И первым был прокурор центрального оператора, который замахнулся на хабар 200 тысяч долларов. А это значит, что реформа прокуратуры будет продолжаться. Следующая неделя, наконец-то, пленарная. Причем это предпоследняя пленарная неделя в этом году. Главным вопросом будет, конечно же, бюджет. Его депутаты обещают принять уже в следующий четверг, хотя пока не ясно, есть ли уже 226 голосов за правительственный вариант законопроекта. Если все-таки бюджет примут, то это будет, пожалуй, одно из самых заметных достижений в работе Кабмина депутатов. Обычно, а не так рано, в декабре, к бюджету не приступают. Откладывая ключевые финансовые решения, чуть ли не на новогоднюю ночь. И, кстати, сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман представил ключевые показатели госбюджета перед вторым чтением Верховной Рады. Это как раз тот этап, когда депутаты еще могут вносить свои поправки к документам. Итак, получится ли принять бюджет уже на следующей неделе? Давайте обсудим с самим Владимиром Гройсманом, премьер-министром на связи со студией. Здравствуйте, Владимир Борисович. Спасибо, что присоединились. Скажите, уже есть 226 голосов за бюджет или на следующей неделе депутатов еще предстоит убеждать вам? Я думаю, что очень важно, чтобы мы приняли бюджет вчасно, не так, как это было в традициях, под Ялинку. Сегодня мы с Азделагием, с коалицией, с позакоалиційными фракциями подготовили проект для второго читания. Это проект бюджета, который влияет позитивно на развитие экономики и построен как раз на экономическом уровне. Поэтому я рассчитываю на то, что народные депутаты объединятся для того, чтобы документ был принятый 7 грудня. Это важно для страны. И дальше мы уже за три недели до конца года напрацюем нормативную всю базу, для того, чтобы сразу с 1 сечня, после свят, продолжить реализацию важных программ развития Украины. Я думаю, что вот то, что мы достаточно системно подошли до формирования бюджета, вчасного подания его в парламент, опрацювание несколько месяцев и с экспертным средствами, и с комитетами, и с фракциями, даёт нам возможность объединяться 7 грудня в пленарный четверг. Ну, будем надеяться, что депутаты также оперативно сработают, хотя бы в этом году, как вы отметили. Давайте теперь об экономическом росте, о котором мы начали говорить. В проекте бюджета предусмотрен рост экономики на 3% в следующем году, правильно? Вот по вашей оценке, какие решения должны быть приняты, чтобы это ожидание стало реальностью, а в последующем экономика продолжала расти? Насправді, мы закладаем у зростания на больше, чем 3% в наступном роце. Мы думаем, что это, возможно, показатель увеличить. Что такое 3%? Мы производим продукцию в наступном росте на 400 млрд грн больше, чем в 2017-м. Люди отримают додатковой заработной платы еще больше 170 млрд. То есть сегодня нам нужно открыть все возможности национальной экономики. И рост может быть, я глубоко все мы уверены, 5-7 и больше. Вы правильно сказали, что нужно принимать необходимые решения. Для того, чтобы было срастание, должны быть инвестиции в страну. И тут есть несколько важных условий, в том числе и создание належных условий для ведения бизнеса в стране. Сегодня президент подписал закон, который мы подготовили и презентировали его в парламенте – маски шоу-стоп. Это закон, который даст возможность как-то изменить климат и обеспеченность правоохранной системы по отношению к бизнесу. Далее, разумная регуляция. Ничего не має стримовать тех, кто создает рабочие места, кто создает новые предприятия. Наступная позиция – это открытие возможности приватизации. То есть нужно сделать так, чтобы те предприятия, которые неэффективно используются государством, которые неэффективно работают на экономике, найти своего собственника, который может конкурентно открыть это майно, создать новые рабочие места, модернизировать экономику. Далее, нужно создать в стране индустриальный парк, и мы рассчитываем на принятие решений. Мы принимаем общие решения, до речи, блок Петра Порошенко, Народный фронт, радикальная фракция Олега Ляшко, подключаются другие фракции, чтобы сделать рассрочение на ввезение нового обладнания для производства страны. Это все те инвестиции, которые могут дать возможность до увеличенного экономического возрастания. Это наша мета, и мы по большому счету можем ее досягти. Когда мы слышим о международном поддержке Украины, это доброе. Но я наголошу на том, что нужно перестать думать о том, что нужно ходить с протягнутой рукой по свете, нужно выработать национальный продукт, открыть потенциал национальной экономики, а он просто колоссальный. Я глубоко уверен в том, что в среднестраковой перспективе, при правильных решениях, украинцы будут жить достойно, и в нашей стране будет абсолютно новая качество жизни. Ну, украинцы хотят жить достойно, хотят жить, конечно, побыстрее достойно. Вот давайте сейчас поговорим о тех, кто хочет вот эти 3% экономического роста ощутить в своем кармане, да? Вот правительство старается повышать социальные выплаты, но все равно уровень зарплат, пенсий, он остается низким. Если говорить о бюджете 2018, для кого в этом документе заложили повышение выплат? Вы правильно сказали, что люди хотят жить лучше. И, больше того, люди достойны того, чтобы перестать жить в тех условиях, в которых живут уже больше 10-ти лет. Я не помню таких роков, которые, можно сказать, были успешными, с точки зрения доходов украинских граждан. Вы знаете, что для нашего уряда принципово важно увеличивать социальные стандарты. Вы, конечно, независимо от этого, что мы можем это делать в logarах. Я про это говорил неодноTON-разово. Наше завдание было нак anlamить экономическое падение. Мы закончили. Наше завдание было отновить экономическое образование. Мы разрушили экономическое образование. Наше завдание в том, чтобы все то, что работает в национальной экономике, инвестировать в повышение качества жизни людей, в том числе их доходов. Так вы знаете, что 1 январь 2017 года мы сделали очень серьезный, масштабный, за что мы не критиковали неодноразово. Мы с 1450 на 1 грудня минимальную заработную плату сделали 3200. В этом бюджете мы уже закладываем 3723 гривни. Мы дальше будем манитировать ситуацию по реальному стану справ в экономике. И если будет возможность еще повышать, мы обязательно это сделаем. Это очень важно. Мы провели пенсионную реформу. Уже 4 миллиона людей получили увеличенную пенсию. Но еще есть те, кто имеют большой стаж и имеют небольшие пенсии. И мы получили в этом, потому что есть небольшой стаж, меньше заплаты. Но я наголошу на том, что это не конец пенсионной реформы, а только начаток. Начаток увеличенных виплат украинским пенсионерам. И я не успокоюсь до тех пор, пока мы не увеличиваем пенсии абсолютно для всех. Для всех 12 миллионов. Поэтому тут нам нужно тоже впливать на развитие национальной экономики. Экономика развивается, бюджет наповнюется. Все, что мы наповнимо, мы передаем людям в виде пенсии, заработных плат. Мы увеличиваем заработную плату еще на 25% в этом году. Для бюджетной сферы, для освещения, охраны здоровья, тоже будет соответствующим повышением. Мы начинаем реформу охраны здоровья. Можливо, много кто кого-то хочет лякать этим. Но мета реформи только един. Зробить качественные лечебные послуги, дать належный лекарю с точки зрения его зарплаты и обеспечить для украинцев гарантии медичного забезпечения. Мы будем масштабно строить дороги. Мы фактически, ну, майже вдвече увеличиваем финансирование украинских дорог. Мы побачим с вами и будем співпричетны все, я говорю в широком сенсе, про всех украинцев, которые работают на развитии национальной экономики. Зрастание будет, но нам нужно, вот у нас была осень реформ, что мы ухвалили ряд решений. Сейчас нам нужно, чтобы у нас была весна реформ. И эти реформи должны быть экономичными. И я глубоко уверен, что там нет сложных решений. Там есть решения, которые потребуют политической воли и профессионального подхода. Хочу подкреслить, что и профессиональный подход у нас есть, и с политической волей тоже все нормально. Тому я верю в великое, качественное сегодня и в будущем украинских граждан, и в том числе нашу державу. Понятно. Спасибо вам за то, что нашли время и пообщались с нами, Владимир Борисович. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы. Но, как говорится, не бюджетом единым. Уже не первый месяц политики откладывают кадровые вопросы. А это обновление Центра избиркома и счетной палаты. Перестановки в правительстве и выборы нового омбудсмена. Даже парламентские комитеты обещали переделить. И только представьте себе, что может начаться в парламентском зале, если депутаты начнут торговаться еще и по кадрам. Тогда уж точно руки не дойдут до голосования, например, по приватизации. А ведь процесс продажи госпредприятий в нашей стране фактически заблокирован уже несколько лет. Тысячи объектов от заводов и шахт до конюшен и ресторанов формально показывают убытки. Но на самом-то деле они хорошо подкармливают чиновников. И как раз Верховная Рада должна наконец-то поставить точку в истории подобной коррупции. Сможет ли? Продолжить тему Ина Томина. Шахты и отели, культурные объекты, заводы и предприятия. Все это на балансе государства. Но далеко не все приносит стране прибыль. А иногда даже наоборот. Но то, что убыточна для государства, зачастую весьма прибыльно для коррупционеров. На сегодняшний момент те предприятия, которые есть, а их осталось официально более 3,5 тысячи, это все равно половина из них это фактически предприятия, которые стоят, на которых есть какие-то активы. И которые еще можно даже украсть. Поэтому даже иногда за закрытые предприятия идет невероятная борьба чуть ли не со стрельбой. Это заводы госкомпании «Укрспирт». Из бюджета на них каждый год выделяют миллионы. Но дохода страна от такой, казалось бы, выгодной монополии не получает. Предприятия считаются убыточными. И подобная ситуация более чем в половине госкомпаний. Каждого року припоединяет свою деятельность близко 200 государственных предприятий, которые банкротуют. Каждый год платники податков дотуют те, что остаются на десятки миллиардов гривен, покрывающие их сбытки. Эти суммы, которые сравнены и с військовым бюджетом, которые сравнены и с бюджетом на освету. В правительстве объясняют, министерства не должны управлять предприятиями. Но пока масштабная государственная распродажа так и не началась. Хотя в бюджет страны оптимистично вносят солидные доходы от приватизации. В проекте сметы на следующий год вписали аж 22 миллиарда гривен. Однако, как показывает практика, доходы от продаж почти нулевые. За последние три года только 50 объектов ушли в частные руки. Госпредприятия у нас являлись всех годы независимости источником обогащения либо самого менеджмента предприятия, либо чиновников, которые назначали этих менеджеров, и политиков, которые потом ставили этих чиновников на свои посты, чтобы эти потом ставили менеджера. Но в этом году Каббин обещает качественно новый подход. Вместо многих групп приватизации только две. Великое предприятие и маленькое предприятие. Великое предприятие должны продаться через инвестиционных сотрудников. Малые предприятия должны продаться по спрощенной процедуре через электронные аукционы, прозоро продажи, как уже продаются активы фонда гарантирования вкладов, великих мест, великих держпредприятий. Оценщиков к процессу приватизации привлекать не будут. Стоимость объектов определяет рынок. Также законопроект предусматривает возможность использования норм так называемого английского права. Надо передать активы тем, кто ими лучше управляет. И лучше всего это выяснить в аукционе, кто готов больше заплатить. Но для того, чтобы в аукционе нам заплатили настоящую цену, то, что называется прайс дискавери, нам необходимо, чтобы была конкуренция. До 2020 года по плану Кабмина четверть госпредприятий должны быть приватизированы. Питание, снова такие приватизации, это не питание позбавиться от державного майна и после этого забыть о нем. Это питание залучить до эффективного инвестора, который будет вкладывать в деньги, которые будут создавать рабочие места, которые будут подвышивать зарплаты, платить податки. Для этого выиграют цены. Противники законопроекта опасаются, что после приватизации страна останется вообще без госсобственности. А то, что продадут, уйдет в нужные руки. Безусловно, государство будет вынуждено оставить в госсобственности 100-200 предприятий, наиболее важных, стратегических, которые, опять же, в силу наших обстоятельств, мы не можем приватизировать. Ну, например, это предприятие магистральной газопроводы, это магистральные энергопроводы, ядерные станции. Также приватизации не подлежат недра, полезные ископаемые и акватории морских портов. А вот что выставят на продажу, смогут купить иностранные инвесторы, кроме граждан России. Инна Томина, Богдан Савруцкий, подробности недели, телеканал Интер. Вы смотрите подробности недели, и вот о чем мы будем говорить дальше в нашей программе. Наказывать жестче. Кабмин хочет заставить водителей ездить по-новому. Каким изменениям и каким штрафам стоит готовиться? Эффект ценового домино. Почему в стране начали скакать цены? И подорожание каких групп товаров и услуг нам еще ждать? Уже с нового года будем ездить по-новому. Медленнее. В городах со скоростью 50 км в час. Допустимый люфт плюс 10 км. Повторюсь, это то, что заработает уже через месяц. Кроме того, депутаты могут дать зеленый свет и другим новациям, а именно, значительно ужесточить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Наверное, это правильно. Все-таки в Украине наказание за преступления на дорогах самые мягкие в Европе. Но не это наибольшая проблема. У нас в стране нет должной системы контроля, как нет и страха перед неотвратимостью наказания. Мы решили провести эксперимент и показать, как будут работать новые дорожные правила в наших реалиях и по каким правилам ездят в странах, на которые мы равняемся. Погодные условия у нас сегодня еще те дождь, снег. Нужно быть очень внимательными. Вот даже машина предупреждает, может быть скользко. Проехать в Киеве в час пик без нарушений практически невозможно. Чтобы не тянуться в пробках, а пролететь, так сказать, с ветерком, водители часто занимают полосу общественного транспорта, перестраиваются, без поворотников подрезают, а то и вовсе на встречку выезжают. У нас здесь не получится. Отбойник. Но все равно голову нужно крутить на 360 градусов. Из-за чересчур самоуверенных или неосторожных аварий в Киеве буквально на каждом шагу. Вот сводка только за полдня гололеда. Нам информацию прислали где-то по поводу 40 ДТП, а так, в общем, по Киеву их больше 150. Вот двое не поделили дорогу. А вот что-то с патрульным. А этому Ягуару повезло еще меньше. Иномарка врезалась в забор. Скорость-то не было, ничего не было, чтобы, то есть, лететь. Оно ударилось на дерево и остановилось, и поворачивался на бок машины. Нынешняя погода лихачам не способствует, но сколько штрафы не повышая, уверенные эксперты, гонять не перестанут. Самое главное не повышать штрафы, а делать штрафы неотвративыми. То есть, что водитель понимал, если он проедет по проспекту Победы со скоростью, например, 90 км в час, это ему будет стоить, там, 5000 гривен. Ехать или ползти 50 км в час. С такой скоростью мой спидометр здесь, на набережном шоссе, еще не знал. Улица без светофоров, ее специально выбирают водители для того, чтобы доехать быстро. Ну что ж, проведем эксперимент, как это будет после Нового года. Так, 50 км в час. На всякий случай цеплюсь в руль. Пусть все думают, что я ученица. Терпения водителей надолго не хватает. Ситуацию смогут исправить местные власти, говорит эксперт Владимир Караваев, разрешив на отдельных улицах ехать быстрее. Хотя патрульным эти 50 только на руку. Конечно, будут сидеть в кустах, будут измерять там скорость. У них сегодня реально на складах есть порядка 170 лазерных измерительных скоростей к рукам, которые после ГАИ оставались. Но это если не введут видеофиксацию на дорогах. Район метро Дорогожичи, место, где погонять любят, да и не на тот сигнал светофора проехать тоже. Здесь даже патрульные в прошлом году отличили, сбили женщину на пешеходном переходе. Все это сняла вот эта камера. Только представьте, в день она фиксирует до 6 тысяч нарушений. Но пока все не штрафа ради. Камеры на дорогах в Украине пока под запретом, как и так называемые письма счастья. Как его преодолеть? Задача для законодателей. Я знаю, что поток письма счастья будет через месяц, максимум через два, остановлен судебной практикой. Потому что ни один судья не будет принимать решение, которое противоречит институции. Джипы в заторах и хаотично запаркованные обочины. Всего этого, привычного для украинского глаза, в Брюсселе нет. Тут самая популярная машина, вот такая, двухколесная. В городе для велосипедистов все условия. Даже для таких неопытных, как я. Проложены не просто отдельные велополосы, установлены даже велосветофоры. Да и проблем с велосипедом гораздо меньше, чем с машиной. Не страшны ни пробки, ни вот такие заполненные парковки. Для любителей промчаться с ветерком Бельгия точно не лучшее место. В Брюсселе допустимая скорость 50 км в час. Но есть улицы, где 30. Это возле школ и в спальных районах. Более того, такой неспешный режим в 30 км в час хотят установить везде. Превышать лимит допускается на 6 км. За чертой города на 9. Ну и самый больной вопрос для Украины – контроль. В Бельгии на дорогах есть и патрульная полиция, и целая сеть видеокамер. Нарушения здесь фиксируют преимущественно автоматически. Камера наблюдения практически на каждом светофоре и въездах в тоннели. Фиксируют скорость, пристегнут ли ремень и пользуется ли водитель мобильным. Кроме того, во многих европейских странах действует система баллов. Такую безуспешно хотели внедрить и в Украине. Это когда за каждое превышение скорости водителю насчитывают, например, 3 балла, а после 12 – лишают прав. В Бельгии такого нет, но санкции тоже весьма впечатляют. Если ехать с телефоном, штраф 110 евро, а за превышение скорости очень высокий. Скажем, если превысить на 30 км, то 300-350 евро, и на 2 недели забирают права. За ремень – 110, красный свет – 160. А за пьяную езду можно и в тюрьму попасть. Суровые наказания и хорошая система контроля дали свой результат. За последние 10 лет количество ДТП в странах Евросоюза уменьшилось наполовину. В отличие от Европы, здесь, в Соединенных Штатах, все куда более демократично, и водители обязаны руководствоваться не только правилами дорожного движения, но еще и, внимание, здравым смыслом. Не шучу, это в нормативных документах написано. Объясню, как это работает на практике. Вот, к примеру, на этой трассе, по которой мы сейчас движемся, ограничение по скорости 55 миль в час. Но если весь поток движется со скоростью 70 или, к примеру, 80 миль, то это не просто не нарушение. Ты обязан двигаться со скоростью потока, потому что это безопасно, потому что это логично, ну и потому что это, в принципе, в рамках здравого смысла. Единых правил движения в США нет. У каждого штата они свои. Что касается скорости, на хайвеях это обычно 88 км в час. На фривеях, автомагистралях разогнаться можно даже до 120. В городской черте часто стоят знаки 25 миль. Это порядка 40 км в час. Но в Америке поступили мудро. Знак действует по часам. Горит под ним лампочка, значит, в ближайшей школе закончились занятия, сбавьте скорость. Дети на уроках, знак пока недействителен. Нечего трафик задерживать. Камер, которые фиксировали бы скорость в Вашингтоне немного, но только представьте, на всю столицу не более десятка. Есть еще интересное новшество в Нью-Йорке, это камеры красного света. Помогают они бороться с проблемой, которая для Киева очень актуальна, когда машины на перекресток выезжают, цвет светофора уже сменился. Если ты буквально на несколько метров пересек стоп-линию, то камеры фиксируют автоматически, и приходится ждать письма счастья. Рассылают их здесь массово на имя владельца авто. Даже если ты свою машину покататься кому-то дал, то и ответственность неси. Часто параллельно в потоке идет машина без опознавательных знаков. Сразу и не поймешь, что полиция. Но если видишь, что кто-то гоняет или подрезает, мгновенно достанут мигалку и прижмут нарушителя к обочине. Штрафы большие. И 100, и 200, и 350 долларов. Не заплатишь за месяц, удвоятся. Ну, а в принципе, водить в Соединенных Штатах это действительно удовольствие, потому что и водители очень вежливы, ну и дороги хорошие, и дистанцию большую на них держат. Это вот такой фирменный американский стиль вождения. Местные шутят, что, мол, если тебя подрезали, бывает такое, хоть и редко, то это либо дипломат за рулем, потому что дипломата наказать и оштрафовать невозможно, или турист. Вот сразу чувствуется, человек только приехал и не успел еще перестроиться. Ну и самое главное отличие американских копов от украинских полицейских. Полицию здесь учат, что их главная задача это вовсе не штрафы собирать и, удивитесь, не нарушителей ловить, а вот просто обеспечивать безопасность дорожного движения. Как будет в Украине, дисциплинируют ли новые штрафы? Водители заставят ли ездить аккуратнее? И самое главное, не коррумпируют ли патрульных? Пока сказать сложно. На большинство новаций должен дать согласие парламент, но там ведь тоже немало тех, кто ездит не по правилам. Из Киева, Брюсселя и Вашингтона Елена Зорина, Елена Абрамович, Дмитрий Анопченко, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник и Вячеслав Ролов. Подробности недели телеканал Интер. Как будут работать новые правила в Украине и достаточно ли только вот таких административных мер, чтобы улучшить ситуацию на наших дорогах, обсудим с Владимиром Амеляном, министр инфраструктуры Украины, гость подробностей недели. Спасибо вам за это, Владимир. Здравствуйте. Доброго вечера. Владимир, смотрите, данные опросов показывают, что больше всего украинцы опасаются пьяных водителей, а статистика говорит, что самые распространенные причины ДТП это превышение скорости и нарушение правил маневрирования. То есть, если собрать все вместе, это все-таки нарушение правил вождения. Можно ли это побороть только административными мерами? На самом деле, мы подошли к этому вопросу комплексно. И впервые за много десятилетий в Украине проводится целая программа, которая складывается из каких-то компонентов. Это как заходы, которые стимулируют водителей до неперевышения скорости, островцы безопасности, лежачие полицейские, продуманные светлофоры, пешеходные переходы освещены, автоматические радары, которые сообщают водителей о его скорость, визуальным эффектом, так и карательные функции, когда становятся достаточно высокие штрафы, даже для европейцев, и есть незворотность по каранию, когда все однако и перед законом. Владимир, извините, вот не соглашусь. Со стороны кажется, что все-таки в нашей стране карательные функции намного обережают инфраструктурные какие-то решения. Ну, знаете, есть такая старая приказка, что суворость законов компенсирует не обязательно из их выполнения. Тут очень важно, чтобы эти все правила, которые, я надеюсь, парламент поддерживает, эти все инновации, которые мы разработали вместе с многими министерствами, это не только министерство Авакова или Омеляна, это много других министерств, они были впроведены. Мы имеем пример из соседних стран. Польша. 10 лет назад ситуация за ТП была абсолютно похожа на украинскую. Водители любили натиснуть на газ, порушивать правила, порушивать маневрование, хильнуть чарку перед кермом. Сейчас все, как один, дотримаются обмежения скорости в городе, рядности, светлофори, всех знаков. Очень простое объяснение. Дорого порушивать. И когда у нас не будет исключения, что есть особенные номеры, а есть все другие, и не возможно договориться, у нас будет дело совсем по-иншему. Те же поляки, они в первую очередь боятся, потому что очень развита каратин и служба слежения. Правильно? На сегодняшний день в Украине только административных каких-то моментов, штрафов, достаточно для того, чтобы культуру, вождение, побороть. А именно поэтому Министерство внутренних справ спільно с нами запропонувало запроводить тысячи камер по всей Украине. Но их и сейчас немало висит, но не работают уже, нет. Нема так же законодавства. Для чего спрямованы эти изменения? Чтобы все было не просто камеры, которые фиксировали в тестовом режиме, как сегодня это работает, в многих куточках Украины, но и работали в нормальном повноценном законодавчем поле. Когда листы счастья не просто почитать и выкинуть или в суде отстоять свою неправоту, а власне сплатить штраф. Если ты с первого раза не платишь, ты платишь потом набагато выше. И эти камеры будут контролировать не только швидкость, эти камеры будут стосоваться с датчиками, которые будут в модерненном дорожном полотно и габаритного головного контроля. То есть мы идем мульти за заданиями, я думаю, что в следующем году это будет много новаций. Просто понимаете, как думает обыватель, если повышают только штрафы, но при этом не усовершенствуют систему слежения за культурой вождения, то вывод напрашивается только один. Пьяные мажоры, как ездили 120-150 по городу ночью, они так и будут ездить, 50 им тоже не указ. Но складывается ощущение, что, а вдруг кормушка создается для тех, кто, в общем-то, может оштрафовать, а может и не оштрафовать? А сумма взятки тогда больше вырастает, если штраф больше. Мы завжди ожидаем наиболее, так же нас научила влада и наша, и окупационная, что что-то будет всегда плохое, то, что приводится новое. Я уверен, что этот эксперимент работает эффективно. Так же, как своего времени мы создали дорожный фонд и тоже сказали, что все деньги распределятся, а дороги не будут. Гроши збереглись, дороги строятся. Суммы штрафов вы можете какие-то назвать? Ну, давайте мы почекаем с таким... Зараз почекаем решение парламента, потому что это решение за ним. Мы бы вважали, что они должны быть в десятки разов выше, чем то, что есть сегодня, но мы увидим их закон, пролосованного закону, подписанного президента Украины. Как вы думаете, депутаты решатся на очень жесткие штрафы? Особенно мажоритарщики. Им потом к людям ехать на следующий год. Ну, вы знаете, они едут так же до людей, которые стоят жертвами ДТП или родителей, в которых в семье гинут люди от ДТП, от пьяных водителей, от тех, которые превышали скорость. Это также их выборцы. Я думаю, что это зависит от того, как мы запрошем для вас свою коммуникацию. Ответственность местной власти за ситуацию на дорогах. Согласитесь, дороги у нас не самые лучшие, далеко не самые лучшие. Иногда вот не нарушишь, не выживешь. Там в яму можешь, да, попасть. Где-то, даже под Киевом, казалось бы, столица, но под Киевом куча трасс, где нет освещения ночью. Местная власть должна нести за это ответственность? Безумовно, что это дается про коммунальные дороги. То есть, все населенные пункты, это ответственность местных органов влады. Мы готовы им допомогать, разъяснивать. И сейчас готовим вот такой типовый набор правил для збережения людских житков. Может, хватит и гладить по голове, допомогать и разъяснивать? Тогда наложите на них систему штрафов. Побольше еще, чем за превышение скорости. Ну, вы знаете, я думаю, что тогда мы знівелюем сам процесс децентрализации, потому что каждый должен отвечать за свое. Но мы готовы спольно с ними проводить новые проекты. Например, мы сейчас працуем над новым кредитом Европейского банка инвестиционного, а также и БРРР, чтобы міськая влада отримала кошти и за рахунок их обладнала безопасно и пешеходные переходы, и улицы, и перетонные перекрестки. Владимир, в ноябре в парламенте планировали день инфраструктуры, потом перенесли на декабрь. Есть у вас уверенность, что за эти два оставшиеся пленарные недели найдется у депутата время на этот вопрос? И вообще, какие вопросы на этот день инфраструктуры запланированы? О чем говорить будут? Вы знаете, мы працуем так, чтобы не было варіанту Б и все равно переконуемо депутатам, что мы должны его провести. Сейчас приоритет номер 1 это, естественно, для государства, это бюджетное голосование, которое планируется на следующий неделю. Я надеюсь, что в последнюю сессию перед Новым годом мы сможем обеспечить хотя бы один день для инфраструктуры. Законей есть больше, чем достаточно. Это и концессия автомобильных дорог, это и аудит безопасности дороги, это внутренний водный транспорт, это залезничный транспорт, это масса других законопроектов евроинтеграционных. Всех их нужно было давно проголосовать. Если бы мы проголосовали еще три года когда не были готовы, мы сейчас много чего имели бы другую страну в транспортном плане так точно. Вы столько вопросов задали, наверное, заметили, у меня глаза расширились. Со скоростью работы наших депутатов вот этих вопросов, озвученных только вами за 15 секунд, им хватит до лета, наверное, рассматривать, торговаться, в том числе и с вами, и искать свою какую-то выгоду. Мы действительно за последние два года отбудовали больше 3000 км дороги. И только последний год это 2000 км. Я сподіваюся, что тот проект бюджета, который сегодня затверджен урядом и предпочитает 44,3 млрд грн на дорожнюю инфраструктуру в том числе и на мосты, будет проголосовано в таком же в виде парламента. 44 и 3. Для сравнения, в прошлом. В предыдущем году это было фактически в этом году было немного больше 20. Ну, в принципе, прирост такой существенный. Много дворече. Ну, борьтесь за то, чтобы эти цифры остались, потому что я понимаю, что каждое министерство сейчас выстраивает бастионы перед депутатскими хотелками, лишь бы те проголосования найти эти 226 голосов. Спасибо вам, что пришли. Владимир Амелян, министр инфраструктуры Украины, был нашим гостем. Тем временем, следующая тема. В нашей стране новый удар старой стихии. Цены растут. Причем сразу на все и очень-очень заметно. Почему это происходит и что может сделать власть, чтобы замедлить рост цен? Обсудим в следующем части нашей программы. Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы возвращаемся в прямой эфир. Арестом завершилась, пожалуй, самая громкая за многие месяцы история о контрабанде в Украине. Вадим Альперин под арестом. Вчера его взяли под стражу в зале суда. Альперин может выйти под залог в 20 миллионов гривен. Напомню, именно этого человека называют одним из главных контрабандистов на юге страны. И именно с ним связывают 450 миллионов гривен на счетах предприятий, которые обеспечивали контрабанду в Украину через Одесский порт. Эти средства были арестованы в результате совместной операции фискальной службы и НАБУ. Кроме этого, Вадима Альперина подозревают в организации дачи взятки детективу бюро 800 тысяч долларов. Сам Альперин, конечно же, все отрицает. Утверждает, что никаких преступлений он не совершал. Чем закончится эта история и дойдет ли она до приговора? Тема для разговора с Мирославом Проданным, глава фискальной службы Украины, в гостях у подробностей недели. Здравствуйте, Мирослав. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Ну, вот смотрите. Последняя история. Вадим Альперин предсказуемо все отрицает. Взятку не давал. Вообще он не контрабандист. По вашей оценке, обвинение против него удастся отстоять в суде? Ну, в первую очередь, я не совсем володяю информацией на предмет якости збраня доказової бази. Я думаю, що в первую очередь, це питання до правоохоронних органів, тих, які безпосередньо займалися даним проведением. Але я впевнено можу стверджувати, що ті схеми, які працювали, вони на сьогоднішній день абсолютно ліквідовані, що в свою чергу спричиняє надзвичайно великі додаткові надходження до державного бюджета. Якщо ви памятаєте, якщо в митницях ДФС буде новий рекорд по надходженням, то ми з вами зустрілимось. Я дам можливість похвастатися этим рекордом, але немного позже. Давайте все-таки об этом Альперіне. Ви говорите, схеми не будуть працювати. Расскажіть хоть якісь детали об цих схемах. Що це було, як це працювало, благодаря кому, скільки років і скільки відмивалось? Ми неодноразово на цьому акцентували увагу, і я, і особисто мої колеги. Справа в тому, що за рахунок заниження митної вартості до декларування подавалася відповідна декларація, в якій сума товару в більшості це був вантаж з Китаю. Це і одяг, і взуття, і сумки, які занижувалися по митній вартості в десятки, в десять разів, а то і більше. І за рахунок подачі відповідних грошових зобов'язань на депозитні рахунки митниці, цей товар відпускався в вільний обіг. Потім платники зверталися до суду, де відбувалося коригування цієї митної вартості, чим фактично зобов'язували митницю повернути кошти, які були попередні в закумулюванні на рахунках. В такий спосіб функціонувала схема. Ви знаєте, понад 450 мільйонів гривень було заблоковано. Це ж, мабуть, тільки верху з Казберга. В год скільки вони, примерно, могли таким образом намивати? Ну, ми говоримо про період діяльності близько останніх там чотирьох місяців і мова йде про роботу на київській, міській київській митниці, яка обслуговує київську область. Мирослав, а скільки таких альпиріних ще осталось в Україні? Як ви думаєте, у нас же контрабандні потоки не тільки на одеській границі, не тільки на одеській таможні все концентрируються. Куди ще потрібно направити свій взгляд і скільки ще, можливо, мільярдів можна повернути бюджет України. Ми сьогодні надзвичайно над цим працюємо, надзвичайно сконцентрували наші зусилля і ми, і силовий блок, який нам сьогодні в цьому допомагає, це і Національне антикорупційне бюро, і Генеральна прокуратура, і Служба безпеки України, які долучилися до всіх цих заходів. І є сьогодні ще однозначно велика кількість людей, які займаються контрабандними потоками, які займаються за мінімізацією платежів на митниці, порушення митних правил. Ми сьогодні над цим активно працюємо, розуміємо абсолютно вистолені пріоритети, і ми знаємо, в який спосіб ми будемо це бороти. І це перший, такий яскравий ознак того, що якщо такого масштаба контрабандисти, які довго паразитували на державному бюджеті, вони сьогодні притягнуті до відповідальності, і ми сьогодні вже маємо реальні результати, то з менш потужнішими контрабандистами, я впевнений, ми впораємося надзвичайно швидко. Ну, дело похожего на Альперина по масштабам. Как быстро от вас можна ждать следующего? Кролу году давайте подъєлочку. Таких масштабів можем не очікувати, тому що таких масштабів більше в Україні не існувало. Понятно. Хорошо. Ну, давайте о цифрах, о которых ви так хотите нам рассказати. Фискальна служба нужно отметить в этом году действительно, ну, наверное, чуть ли не рекордсмен по отчислениям бюджет, да? На які поступления ще можна рассчитывать? Скільки ще остается в тіні? Скільки вивезти ще можна? Якщо говорити по результатам листопада місяця, митницями ДФС до державного бюджету проадміністровано 31,5 мільярда гривень і це, по суті, своїй є рекорд. В жовтні місяці сума була 30 мільярдів гривень, вона на фактично півтора мільярда збільшена, в тому числі і за рахунок призупиння діяльності схеми, про яку ми з вами попередньо говорили. Якщо говорити в цілому по митній системі ДФС, то по результатам листопада місяця митниці до державного бюджету спрямували 285 мільярдів гривень і фактично за підсумками 11 місяців виконали річний бюджет, який доведений Міністерством фінансової країни. Тепер сам Бог вилел перевиповнить. На декабрь, які ожидається? На грудень місяця ми очікуємо надходження не менше, ніж в сумі 33 мільярди гривень. Хорошо. Какі налогові новости чекають наступний рік? Не буде ли виходити так, що государство, ну, стара практика, коли государство вжимає просто у бізнес-аналогі? На порядку денному абсолютно таких питань немає. Для бізнесу взагалі немає будь-яких таких ознак, над якими можна було би сумувати або ж засмучуватися. Підвищення відсоткової ставки на всі види податків не передбачається. Введення додаткових платежів або навіть нових податків абсолютно не передбачається. Наш основний акцент боротьба з детінізацією і створення сприятливих умов для прозорого бізнесу. А налогова реформа передбачається? Як ви вважаєте? О необхідності которой так багато говорили. Сьогодні під час зустрічі президента з бізнесом, на якій був присутній прем'єр-міністр України, на цьому акцентувалася надзвичайно велика увага про створення нового принципового підрозділу, який буде на заміну податкової міліції, економічному блоку, службу безпеки України, національної поліції і так далі. Тому в контексті створення нового підрозділу однозначно передбачається реформа в цілому державної фискальної служби України. Хорошо, спасибо, Мирослав, за ці відповіді, сподіваюся, що нашли час, сподіваюся, за діньки в бюджет, давайте ще більше. Мирослав Продан, глава фискальної служби України, був нашим гостем, буваю вас за цей разговор. На цей неділе вперві за долгий час появились новости о том, що долги по зарплаті в Україні сокращаються, смішно, всього на 0,4%. Таковы офіціальні данні за октябрю. Наверняка на дні появятся данные за ноябрь, но вряд ли вони будуть выглядеть серйозні. Долги по зарплаті вообще давня проблема. Только в отчетах проходит сумма более чем в 2 млрд гривен. При этом значительная часть экономики остается в тени. По разным оценкам от 30% до половины. Сколько предпринимателей не доплачивають работникам еще и в конвертах, это уже отдельный вопрос. Понятно, что в такой ситуации люди начинают протестовать. Вот актуальный пример. На Волыни шахтеры отказались подниматься на поверхность и провели несколько суток профсоюзных активистов полностью зарплаты людям не выплатили еще за август. Интересно, правда? Официально угледобыча в нашей стране это же приоритет. И особенно после того, как прекратились поставки угля из зоны АТО. Но реально денег не хватает даже на зарплату шахтерам. Почему это происходит и как долго еще будет продолжаться, выясняла Инна Белецкая. Трое суток под землей им не платят уже три месяца. Они устали ждать и просить. Люди вичаи. Доброе, что канал проявили до нас. А так, я не знаю, возьмите сами, до кого идти. О ситуации на Бужанской рассказывают по телевидению и шахтерам привозят. Нет, не зарплаты, а обещания. Забастовка окончена. Они поднимаются на поверхность, чтобы ждать и доказывать, могут зарабатывать, уголь есть. Но добывать его нечем. Нема на чему працювать и нема кому зараз працювать. Багато хороших специалистов разрабатывались, потому что людей семьи, нужно годовать семьи. Кажут, вугля не можем дать. Есть уголь, все есть, дайте, чем делать людям. Тем не менее, шахта опять работает в четыре смены. Хочет перекидать денег, а хочет ехать вверх, зарабатываться. Зарплаты у волынских шахтеров скромные от пяти до десяти тысяч гривен, да и тех не платят. Задолженность исчисляется миллионами. Заборгованность по зарплате с нарахованием 16 миллионов сто восемь тысяч. Сколько людей зараз по зарплате? Восьмьсот восьмьдесят девять. Это начальник отдела кадров свои пять тысяч не видела еще с июля. Зато работы хватает, да еще какой неприятной. С початка года освободилось 180 людей. Только за этот месяц 39. 34 из которых освободились по статье 38 частина третья из-за невыплаты зарплаты. Только на этой шахте несколько профсоюзов. Одни горники уверены, во всем виноваты делецы из министерства. Другие не сомневаются, шахта, добывая хороший уголь, мешает тем, кто заинтересован его обогащать. Третий винят неэффективный менеджмент. Мол, деньги тратят не на модернизацию, а не весь на что. Гранники настаивают, чтобы мы спустились в шахту, мол, увидим состояние техники. Но увидеть выработку можно только с разрешения директора или главного инженера. А где они, никто не знает, не на камеру признаются. Общаться с журналистами им запретили сверху. Сверху это вот здесь, на госпредприятии Волынь-Уголь. После часа ожидания исполняющий обязанности гендиректора соглашается нас принять. Долгий разговор о том, что из-за катастрофического недофинансирования на Бужанской и техника плохая, и люди работают неохотно. В итоге сводится к главной новости. Оказывается, сегодня на госпредприятии получили телеграмму из министерства. Грядет реорганизация, а значит возможны разные варианты от закрытия до приватизации. Из 2018 с 7-го месяца держпотримка будет отсутствовать. Вот сегодня телеграмма пришла. Будем попереджать. На шахте о новости ни сном ни духом ждут зарплату и надеются не на приватизацию, а на модернизацию. Благо дверь в столовую будто портал в прошлое. За ней суп по гривне 20 и котлеты по 4,60. Львовская кулбаска відбивна, біточок. Были преподавники уже забрали. Каша пшеничная, картошка. Говорят, стараются, хотя зарплату тоже не видели давно. Стараемся найти дешевшие продукты, стараемся для своих шахтеров, чтобы они могли. Так как нам зарплаты не дают, мы можем выживать, так как есть. Надеясь получить зарплату, люди работают на многих других украинских предприятиях. Только в угольной отрасли более 100 тысяч человек. Правда, есть отдельная каста, вне штата, но со сверхприбылью. Но есть еще одно явление, это наявность смотрящих. Коррупция в галузе такая, что они до последнего болта, до последнего копейки грабуют шахты. Это самое гиржее. Это глава независимого профсоюза Горняков Михаил Волынецк. Около миллиарда гривен. В мире выработок вугеля является слишком или шахты имеют высокий уровень рентабельности. И обычно компании организуются таким принципом. Они вертикально интегруются. Там несколько шахт, тепловая электростанция, коксохимический комбинат или металлогийный комбинат. И корпорация тогда датуе сбитковую шахту. В Украине же отрасль не просто убыточна, а сверхубыточна. Минэнергетики заявляют, волынские шахты не выполняют план по добыче и уголь продают плохо. Мол, шахта должна зарабатывать на себя сама. Может, поэтому в министерстве и начали реорганизацию? А может, это какая-то очередная схема? Шахта Божанская выставлена на приватизацию. Возле 2017 года будет запущена эта процедура и будут шахты приватизованы. Но пока до июля, когда начнется реорганизация, далеко горнякам бы получить уже заработанное. Ждут неделю, а дальше опять будут бастовать под землей, на трассе или к министерству поедут. Решат по ситуации. Инна Белецкая, Богдан Вербицкий, Николай Василюк, подробности недели, телеканал Интер, Волынская область. Кстати, протестовали на этой неделе и в Николаеве, и по той же причине. Рабочие судоремонтного завода перекрыли одну из улиц. Зарплату в полном объеме люди не получали, только представьте себе, уже более трех лет. За это время долг вырос уже до 60 миллионов гривен. Остается только гадать, сколько еще вот таких протестных вспышек в Украине может быть в ближайшее время. И на таком фоне еще и цены растут. Официальный прогноз инфляции в этом году уже пришлось повышать. Если в начале года власти рассчитывали на 7, ну максимум 9 процентов роста цен, то уже осенью поняли, будет не меньше 12, ну а к новому году этот показатель может достигнуть и 14 процентов. Причем, заметьте, это официальный показатель. В реальности все еще более болезненно. Особенно заметно дорожает бензин. На днях цены на топливо уже побили исторический рекорд, превысив 30 гривен за литр. А ведь от этой цены зависит и стоимость многих других товаров и услуг. Каждый из нас видит ценники и в магазинах. Бывает, что некоторые продукты дорожают буквально изо дня в день. В чем причины? И что могут сделать политики, чтобы, ну если не остановить, то хотя бы замедлить рост цен? Будем обсуждать сегодня это очень подробно. Ну а начнем с материала Евгения Коваленко. На эти цифры водители стараются не смотреть и нервно пересчитывают деньги. На нынешние недели цены на бензин установили очередной рекорд. Популярный А95 по 30 гривен за литр. В целом с начала осени топливо подорожало на 3,5 гривны. Водители экономят как могут. Кто-то стал меньше ездить, кто-то перешел на более дешевый бензин или вообще пересел на общественный транспорт. По словам экспертов бензин в Украине дорожает из-за роста мировых цен на нефть и курса валюты. За последние 4 месяца нефть подросла порядка на 40-45%. Цены просто догоняют и все. За останний тиждень евро дорожил на 80 копеек, доллар уже больше чем на 40 копеек. И для нас, как для края импортера, это критично. Потому что 80% мы завозим за кордон. Поднимется ли бензин выше 30-ти, пока вопрос. В крупных заправочных компаниях дальнейшее подражание не исключают. Поэтому многие водители уже ищут альтернативу. Из-за резкого скачка цен на бензин водители массово начали переходить на автогаз. Только на этом сервисе за последние несколько недель таких клиентов стало на треть больше. И спрос на такую услугу растет. Ведь это намного дешевле. Больше, чем в два раза дешевле, чем бензин. Поэтому экономия может и 50% достигать. Перейти на газ для украинцев все равно полумера. Подражание бензина ударит даже по тем, у кого нет машины. Ведь цена на топливо и валютный курс в основе ценообразования всех групп товаров. Падает гривна и дорожает бензин, меняются ценники в магазинах. В этом году больше всего подражал национальный продукт сало. По данным государственной статистики, цена на него выросла почти в два раза. Также в лидерах по подражанию свинина, говядина и курятина. Это мясной павильон столичного рынка Днепр на Борщеговке. Сюда съезжаются покупатели почти со всего Киева. Ведь это один из самых дешевых базаров. Впрочем, даже здесь продукты многим не по карману. Виктор уже 15 лет в этом бизнесе. Покупает мясо у селян. Не раз думал закрывать дело, потому что невыгодно. Бензин, солярка, то есть все, газ по дороге. Это уже не бизнес, это уже перешло на так, для поддержки штанев. Очень много из импортного мяса заводится. И получается, что конкурировать с мясом, с тем, которое по качеству хуже, но люди бедные. Продавцы жалуются, покупать стали гораздо меньше. Ну, дайте мне кусочек. А, цей кусочек, да? Да нет, это великий. Половина? Да, как вам? Найчастейше берутся, что дешевше. Найкраще мясо сейчас лежит. Продавцы переписывают ценники по нескольку раз в месяц, а супермаркеты заманивают покупателей скидками. Акционные предложения на каждом углу. Но цены на продукты растут гораздо быстрее, чем пенсии и зарплаты. За год потребительская корзина украинца подорожала более чем на 15%. По стремительному росту цен Украина уже лидирует среди европейских стран. 5% инфляционных которые мы можем получить в следующем году совершенно легко за счет курсовой девальвации гривны, за счет проседания курса гривны. Добавьте туда 2,5% которые Украина может получить только за счет увеличения цены на продукты питания и вы уже получите 7,5%. А ведь это же не все что там есть. Чтобы абстрактные проценты инфляции перевести в более понятные величины эксперты придумали индексы. В мире всем известный индекс бургера. Украинскому сердцу ближе индекс борща. Или вот актуальный перед Новым годом индекс оливье. В этом году салат обойдется дороже на 26 гривен. Если вы готовите постный борщ то он подорожал 22-24%. Индекс оливье вырос на 26%. Поэтому оливье более доступно по росту цен чем борщ. Единственное что подешевела это гречка. Ее цена упала почти на четверть и ближайшие полгода подниматься не будет. Так же как и на остальные крупы. А вот кашу маслом теперь точно не испортишь. Ведь как раз молочка с Нового года подорожает. А еще яйца, хлеб, овощи и мясо. Однако незначительно говорят эксперты. Ведь украинские цены и так уже достигли потолка. Евгения Коваленко, Ирина Баглай, Василий Миновщиков, Наталья Неделька. Подробности недели телеканал Интер. Согласитесь о том как цены растут украинцы говорят очень часто. А вот украинские политики намного реже чем хотелось бы. Сегодня мы попробовали это исправить и попросили политиков из разных политических лагерей прокомментировать эту тему. Вот максимально простые вопросы. Почему цены растут так стремительно и что нужно сделать чтобы замедлить их рост? Первый комментарий от Виктора Пинзенека одного из самых авторитетных либеральных экономистов и народного депутата представляющего фракцию Блок Петра Порошенко. Николи никому не удалось обмануть экономические законы. Можно каким образом пробовать манипулировать этими вещами как у нас час от часа происходит. Но обмануть неможливо. Неможливо съесть то, чего нет. Единый способ радикально сменить ситуацию за уровнем життя это поднесение экономики. Если мы выпускаем больше продукции на 2%, а так ожидает увеличение экономики этого года. А в тот же час заработная плата увеличение на 36%. То есть люди в кишине отримуют деньги, которые позволяют им купить на 36%. Но экономика столько не дает. И поэтому один из чинников, который решает эту проблему, есть цены. И, на жаль, это не единый чинник. Потому другую часть тех доходов, которые получают люди, которые не обеспечены национальной экономики, обеспечивают импорт. Но это отроджает другую проблему. Это проблема, которую, возможно, люди не сразу слышат, а это проблема тиска на обменный курс национальной валюты. мы в первые за последние несколько лет имеем тенденцию того, что экспорт меньше, чем импорт. Хотя в предыдущие три года у нас было позитивное или плюсовое сальдо в зону. А теперь комментарии от оппозиции. Там рецепты совсем другие. Вот что предлагает Юрий Бойко, глава фракции оппозиционный блок. Во-первых, надо немедленно вернуться к государственному регулированию цен на товары первой необходимости. Потому что правительство сделало величайшую глупость, когда в октябре 2016 года в рамках эксперимента отказались от государственного регулирования. Это сразу привезло к скачку цен на товары первой необходимости. Поэтому наша позиция, что правительство должно вернуться к этому. Если оно не в состоянии, то оно должно уйти в отставку. С прошлого года, вот за этот год, на 15% выросли цены на товары первой необходимости. И это потянуло за собой все остальное. И, безусловно, даже в условиях инфляции 14% в этом году, при том, что бюджет закладывалось 7%, и такая же ситуация будет в следующем году, то надо сдерживать инфляцию, надо сдерживать цены, надо уменьшать тарифы. Это даст возможность как-то сбалансировать ситуацию и поддержать людей. Не жить, а выжить. Это сверхзадача для жителей прифронтовых территорий. Ведь все их обыденные хлопоты проходят под звуки взрывов и выстрелов. Но при этом люди в подконтрольных Украине, городках Донбасса, хотя бы вовремя получают пенсии и выплаты. У них есть продукты, лекарства. А вот жители освобожденных поселков лишены даже этого. Наш военный корреспондент сегодня побывал в Гладосово, поселок, в котором недавно наконец установили украинский флаг. Как живут люди, которые еще недавно были под оккупацией? Смотрите далее. Наиболее тяжелая социальная ситуация это в недавне освобожденных поселках Гладосово и Травневе. Вот военные сейчас раздают помощь местным жителям для того, чтобы хоть как-то их поддержать, пока не наладилась здесь полноценно украинская власть. Пошли, дорогой, пошли, как это, пушу. Вот старушка. Нет, ты иди, ты тоже иди. Недавно освобожденный поселок Гладосово фактически на линии фронта. Совсем рядом оккупированная горловка. Живем одним днем, что завтра будет. Видите, обстановка нехти. Помогают уже. Все хорошо, и хорошо. И к добру подойдет. Бойцы особого грузинского легиона в СССР раздают продукты и теплые вещи жителям. Вот. Спасибо. И Новый год еще я приду и много-много вот такой коробка сладкие. Спасибо большое. Людмила из Луганска приехала сюда к брату. Сама инвалид. Вот только лечиться и не за что. Пенсию получают только с той стороны в рублях. Какая жизнь меня трусит. По две пятьсот носили, а сейчас две семьсот тут уже месяца три. Рублей, да? Да, рублей, ага. Ну, тяжело, очень тяжело. Пенсию на Украине получала, но год уже не получаю, поэтому на эту одну пенсию две семьсот цены, как в России, как в Москве, у нас зять в Москве работает. Так что жизни хорошей нет. У нас двое деток маленьких. Всего в освобожденных Гладосово и Травнево около двухсот, трехсот жителей. И в основном это пожилые люди. И многие из них остались совсем без средств к существованию. Не получают пока пенсии. Три года получал оттуда, а три года оттуда не получал. А теперь ни оттуда, ни оттуда. Теперь я не знаю. Ой, бог ты. Когда в освобожденных поселках люди будут получать украинские пенсии, вопрос очень острый. Чтобы хоть как-то помочь людям, бойцы с утра принесли хлеб. Но пока в Травневом самая большая проблема отсутствия света. Из многих таких потреб это дорога и электроэнергия. Я думаю, что протягом кольких дней, если та сторона будет поддерживать режиму тиши и прекращения войны, и возможность ремонтной бригады выехать, а нашим военнослужащим организовать на нашем чинном охрану и доступ к электромережи. Я думаю, надеемся, что протягом кольких дней все-таки появится света. Простреливаю с блокпоста, с пулеметов и бэха у них. Ни с чего вот сегодня они что-то решили с утра какую-то картинку сделать. Может же они там сами на себя жути нагоняют, что вот сволочи укропы стреляют. Может же на местных жути нагоняют. Тоже такой психологический фактор. А это уже соседний городок Светлодарск. Тут слышно, как бьют тяжелые 120-мм минометы противника. Светлодарск освободили еще три года назад. Пока вовремя платят пенсии. Вот четвертое уже будут давать. Нормально, хорошо. Добавили хорошо. На первом минимуме добавили. Самое необходимое для жителей Светлодарска есть. Местные, даже культурный центр организовали в местной библиотеке. Книжку сдаем, берем, читаем. Старой бабкой про любовь читали. Здесь теперь читают много. Говорят, так легче пережить обстрелы. Это как отдушина для людей, вот правильно говорят. Во дворце культуры работает центр досуха пожилых людей. Люди активные очень у нас. Читают газеты, читают журналы. Живы на острове, на вулкане. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности недели телеканал Интер из Донецкой области. Одной из самых спорных тем этой недели весьма неожиданно стала дискуссия о переселенцах. Таких людей в Украине больше миллиона. И это одна из самых незащищенных групп в нашем обществе. Вот свежие данные ООН. Уже 16% переселенцев вернулись на оккупированную территорию Донбасса. Просто потому, что им нечем платить за аренду жилья на новом месте, да и работу найти не удалось. Больше половины возвращенцев люди старшего возраста. При этом здесь, в столице, теперь еще предлагают вообще отменить выплаты переселенцам. По крайней мере новости об этом появились со ссылкой на советника вице-премьера Павла Розенко Руслана Калинина. Мол, надо покупать квартиры, а не обеспечивать аренду жилья для переселенцев. Насколько это серьезно? Хватит ли у государства денег для того, чтобы построить или купить квартиры для более чем миллиона украинцев или советника вице-премьера неправильно поняли журналисты? А давайте прямо сейчас это и выясним. Руслан Калинин сегодня тоже в гостях у подробностей недели. Здравствуйте, Руслан. Спасибо, что не побоялись прийти. Руслан, вы кроме того, что советник вице-премьера, вы еще и глава всеукраинской ассоциации переселенцам. То есть, вы наверняка должны знать, нужна помощь переселенцам эти выплаты или нет. Все-таки, правильно вас журналисты поняли или нет? Прокомментируйте, пожалуйста. Да, я могу объяснить. Спасибо большое, что меня сегодня пригласили. Ну, для начала я хочу сказать о том, что переселенцы это граждане Украины, это те люди, которые выехали с неподконтрольной территории, которые могли уехать в Россию, в какую-то другую страну, остаться на неподконтрольной территории. Однако, они выбрали Украину. И когда они оказались в сложной ситуации, естественно, государство должно им помогать. Я приведу несколько цифр. Государство ежегодно тратит порядка 115 миллионов долларов на выплаты компенсации аренды жилья. Однако... А давайте так, на одну семью в среднем сколько приходится? каждый работоспособный переселенец получает 442 гривны. Неработоспособные 884 гривны. Это на аренду жилья? На аренду жилья. Смотрите, представим себе семью из трех человек 1200-1300 гривен выплат. Извините, где можно снять квартиру? Естественно, на эти деньги нельзя снять квартиру. Поэтому я и говорю, что уже три с полным года государство не решает жилищную проблему, по сути, не строится ни жилье, не запущена ни одна жилищная программа, а тех денег, которые выплачивают государство, все равно переселенцам не хватает. Поэтому, пообщавшись с другими переселенцами, которые также поддерживают мою точку зрения, хотя я согласен, что она может быть не очень популярная, однако, я предложил сделать акцент больше на наиболее незащищенных своих населения, на детях, на людях с инвалидностью, на матерях-одиночках, на многодетных семьях, и перераспределить те выплаты, которые уже тратит государство. А в бюджете 2018 года заложены 120 миллионов долларов. Так вот, выплату... Хорошо, смотрите, 120 миллионов долларов, это сколько тогда человек будет получать? Один переселенец, компенсации жилья той же? Все та же сумма. Да, та же сумма. Вам не кажется, что логика, она есть в ваших размышлениях, безусловно, но пока мне она кажется несколько странной. Вам не кажется, что сначала нам нужно добиться увеличения суммы выплат адресных для переселенцев? В это время полностью точно отработать, дать людям достойные деньги на аренду жилья. В это время выстроить четкую, логичную программу по закупке жилья, постройке нового жилья и только потом лишать людей хотя бы даже этих 400 гривен. Значит, наша ассоциация предложила конкретную концепцию и мы в декабре ее представим, как нужно конкретно решать проблемы переселенцев. У нас есть опыт Грузии, где я был буквально три недели назад, где у меня была возможность изучить все грузинские программы. Это социальные городки самые... Не только социальные городки, это и покупки квартиры на востроях, это и приватизация того жилья, в которых до этого жили переселенцы. Более девяти государственных программ. Так вот, за девять лет среди из 72 тысяч семей, 36 тысяч семей обеспечены жильем. И по новой грузинской концепции, семья, которая получила жилье, она будет лишаться выплат. То же самое по сути предлагаем и мы. Благодаря нашим инициативам мы сможем сэкономить порядка 40 миллионов гривен ежегодно, что позволит обеспечить около трех тысяч человек жильем. Давайте кратичным все-таки вопросом. 120 миллионов выделяется на следующий год. Сколько квартир или домов можно построить на эти деньги? Я не говорю о том, что нужно лишить выплат всех. Я же говорю о том, что нужно сделать акцент наиболее незащенном своей населении. Я уже о скорости помощи даже по новой возможно новой программе. Сколько квартир и за который период можно купить или домов построить за эти 120 миллионов? Переселенцев у нас очень просто много. Я согласен, что переселенцев много, однако шаг за шагом проблему нужно решать. Если мы будем рассуждать как большинство чиновников, возьмем 1200 семей, которые официально зарегистрированы, умножим их на 20-30 тысяч долларов, получаем огромную сумму. И по сути мы говорим о том, что смотрите, проблема нерешаемая. Однако шаг за шагом каждый год 3, 5, 10 тысяч семей если обеспечивают жильем, то мы хоть как-то будем решать эту проблему. Знаете, чего я боюсь и о чем я думаю? Если наше коррумпированное государство, все пронизанное коррупцией начнет еще строить жилье для переселенцев или закупать это жилье для переселенцев, не закончится ли это в нашей стране банально тупым воровством? Тупым воровством у нас закончится... У нас тупым воровством заканчивается все от строительства дорог до и уже 25 лет. Я с вами абсолютно согласен. Однако если так рассуждать, то мы не запустим ни одну программу. Поэтому мы предлагаем более прозрачные механизмы. Например, Грузия. Там есть комиссия, которая осуществляет проверку, действительно ли переселенец, семья переселенца, которая подала заявку на жилье, действительно ли проживает на подконтрольной территории. Эту проверку они могут осуществлять до трех раз в любое время суток. Таким образом они действительно проверяют, тот ли состав семьи указал переселенец, действительно ли он проживает. Далее, после этого, когда комиссия дает свое положительное заключение, следующая комиссия, в которую входит состав амбусмен, международные и общественные организации, она уже определяет, какая семья будет получать жилье. то есть, даже министерство временно оккупированной территории Грузии не имеет никакого влияния на эту комиссию. Эта комиссия абсолютно независима. Вот таким образом можно запустить эту программу с такой же комиссией у нас в стране. В этой комиссии будут те же чиновники, которые уже 25 лет, напоминаю, освоили все коррупционные схемы в нашей стране. Я к тому, что в нашей стране доверия даже для благой программы быть не может, наверное, априори даже с момента старта этой программы. В бюджете на следующий год достаточно ли денег выделено для помощи переселенцам и можно ли еще что-то сделать в оставшиеся дни, я надеюсь, до принятия бюджета, чтобы эти суммы хотя бы не растерять, а возможно и увеличить. Что касательно бюджета 2018 года и что выделено на переселенцев, это, как я уже говорил, 120 миллионов долларов на компенсация на жилье, то есть все переселенцы в 2018 году эту компенсацию будут продолжать получать. И также выделено 30 миллионов гривен на программу доступное жилье, которое будет реализовывать Держмолоджитло. Что с собой представляет эта программа? Программа работает согласно закона 1954, которая предусматривает государственную поддержку на покупку жилья в размере 50% от суммы жилья. Но 30 миллионов гривен это 50-60 семей. То есть если мы возьмем город Киев, то это будет квота чуть больше, чем 3 миллиона гривен, то есть по сути это там 6-8 семей смогут воспользоваться этой программой. Кстати, нужно проверить эту тему, нет ли какой-нибудь таксы для переселенцев за продвижение в этой очереди. Это очень интересная тема, надо подумать, потому что коррупция, я еще раз повторюсь, у нас уже проникла, по-моему, во все отрасли нашей жизни. Спасибо. Гуслан Калинин был нашим гостем, председатель всей Украинской Ассоциации Переселенцев. Спасибо, мы продолжаем. Продолжаем еще одной громкой историей, разобраться в которой не могут уже много лет. Это земельная реформа. Ее то обещают, то откладывают. Даже чиновники МВФ не смогли удержать свою позицию. Сначала ведь требовали от Украины легализовать рынок земли, ну а потом уже и настаивать даже перестали. Ну а действующий сейчас мораторий на торговлю с землей уже с 1 января утратит силу. И политики обсуждают, что дальше делать с этим мораторием, продлевать или нет. Сегодня в Киеве об этом говорила Юлия Тимошенко, лидер Батьковщины. Наша земля, если правильно вырастить аграрную продукцию на базе фермерства и средних аграрных предприятий и переработать всю сыровину, которую вырубляет наш аграрный сектор, мы можем отримать доходы 300 млрд евро. Вы понимаете, что мы и борги зовнишние повернемо, и нормальные доходы людей поставим, и экономику поднимемо, и, власно скажу, станем одними из успешных стран Европы. Но нам этот шлях сейчас закрывают. С 1 сечня 2018 заканчивается мораторий на продаж сельско-господарской земли. Это означает, что мы 1 сечня после свят парламенту Взрыв в суде в Никополе это месть за несправедливый суд или криминальные разборки? Обсудим в следующей части нашей программы. И снова в прямом эфире подробности недели. Спасибо, что дождались. Несколько месяцев назад о небольшом городке Винницкой области узнала вся Украина. Калиновка. Новости оттуда после взрывов на военном арсенале буквально разрывали информационное поле. Но время прошло и Калиновкой стали интересоваться все меньше. А зря. Оказывается, большинство жителей поврежденных домов восстанавливают все своими силами. А семьи в разрушенных домах так никуда и не отселены. И живут фактически на руинах. Убедилась в этом наша Павлина Василенко и ее материал смотрите далее. В этом лесу находится ставший печально известным два месяца назад Калиновский арсенал. От него до ближайших домов менее километра. Люди прячутся в подвалах. Колонны направляются в сторону Калиновки, где зарево и взрывы очень похожи на 1986 год, говаривали многие. Тогда в конце сентября из-за взрывов на арсенале эвакуировали из окрестностей 30 тысяч жителей. Но больше всего от взрывов реактивных снарядов пострадали два села Медведка и Павловка. До сих пор в огороде Натальи находят вот такие осколки от града. Из таких кусочков было немало у нас на городе. Буряки из города убирали очень убережно. В тот вечер 26 сентября Наталья собирала сумки, готовилась когда стены задрожали от взрывов схватила старшую дочь Дашу и помчалась в подвал. Так и просидели до утра. А Софийка родилась немного раньше срока. В доме от взрывной волны осыпалась штукатурка. Стены пошли трещинами. Окна уцелели чудом. Ремонт сделали собственными силами. И за свой счет. Шифер дали, перекрыли веранда летела. А больше так, мы чеки, то мы не взяли. Мы же не знали, что будут вертаться. У соседки Натальи выбила окна. Устанавливают только сейчас. На селу дочекалась этих окон. Уже холодно. На компенсацию за материалы, которые люди купили сами, уже потратили больше миллиона гривен. Их выделили из резервного фонда Калиновского района. Больше денег нет. Но жители продолжают нести чеки в сельсовет. Заступник главы областной администрации сказал чеки принимать. Звернулись с хлопотанием, чтобы несли изменения в эту постанову оряду о выделении этих 100 миллионов, чтобы нам позволили взять этот миллион из держбюджета. Из 4000 выпитых окон в Павловке пока установили только половину. Местные власти утверждают, могли бы сделать и раньше. Но и за бюрократией все затянулось. Не вставляли, потому что четвертый день там сделаются документы, то все пхата аварийна, что не имеет смысла его тут восстановить в этой хате. Через 100 веков никто ничего не вставлял. А дыр в стенах поврежденных домов с каждым днем больше. У нас там небо видно. Я просто так запхала, что старое. Чтобы ветер не так дув. Но ветер все равно донимает. Хотя котел постоянно работает. Дырявые стены не держат тепло. Мы лягаем спать берем теплое и лежим сверху кладем теплее дыр. Семья Ковальчуков в сентябре ждет переезда. В этом доме зимовать невозможно. Уже сейчас дети постоянно болеют. Думаем, что до грудня, если морозив не будет, то еще будем тут. А там нету. Если ты на квартиру. В аварийном доме до сих пор живет и Николай. Говорит, когда тихо, можно услышать, как осыпается штукатурка. Страшно, но ехать некуда. Эта стена получается, отходят на двор. Падать мы. Можем купить новую Вместо этого. Жекаем решения с Киева. Что Киев скажет. Одна великая лодка. Просто снег не попал. Впадет снег, может, хата повалится. Для ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Кабмин выделил 100 миллионов гривен. Четверть пошла на восстановление школ, детсадов и больниц. Новое жилье вместо аварийного должны покупать тоже за госсчет. Но сначала добро должна дать комиссия трех министерств. 25 грудня кинет бюджетного року все выплаты перезапинятся. И то все нужно сделать. В Павловке из тысячи пострадавших домов шесть не подлежат восстановлению. Но новое жилье купили только одной семье, дом который разнесло снарядом. После взрывов под Балаклеей прошло уже восемь месяцев. Вот бараки в поселке Нефтяников. Отремонтированные крыши, новые двери, светлые фасады. Но за красивыми фасадами скрываются серьезные огрехи. Крышу надежды переделывали дважды. Да и стены были оштукатурены выборочно. Новый ремонт фасада тоже не прошел тест на качество. В дом Ларисы Александровны попало два снаряда. За госчет поставили окна и двери. Выделили еще 10 тысяч гривен на внутренние работы. Но этого не хватило даже на материалы. После ремонта на стенах сеточка трещин. На стыке несущих стен сквозной раскол. Лариса По оценкам общественных организаций, половину средств на восстановление попросту украли. Объем работ завышали или вообще подрядчики не выполняли обещанного. А Балаклея превратилась в Потемкинскую деревню, когда за красивыми фасадами скрываются руины. Как только ты попадаешь внутрь объекта, то видишь, что несоответствие тому, что написано в документах, реальным работам. Балаклейский горсовет, как заказчик, у которого должны находиться эти акты, он отказал в предоставлении этих актов, что тоже говорит о том, что есть что скрывать. Деятельностью Балаклейского горсовета уже заинтересовалась полиция. Открыли уголовное производство по факту присвоения и растраты имущества, а также злоупотребление служебным положением со стороны чиновников местного управления ЖКХ. Не станет ли Павловка такой же Потемкинской деревней и успеют ли помочь людям до холодов? Павлина Василенко, Вадим Ревун, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности недели. Телеканал Интер. Передел наркорынка в городе Никополь. Месть за убийство сына. Переживания за жизнь другого. Эти версии вчерашнего взрыва в суде уже второй день обсуждает вся Украина. Правоохранители уже провели обыски у погибшего Руслана Топаева. Говорят, ничего подозрительного не нашли. Ну, а наши корреспонденты отыскали семью Топаевых. И из первых уст узнали, что же на самом деле толкнуло многодетного отца на самосуд. Все подробности у Елены Миндалюк. Анна Шевченко, невестка погибшего Руслана Топаева. Она живет в Никополе. Ее муж Султан сейчас в тюрьме. Год назад он сбил наспорт двух женщин. Анна рассказывает, никто из родных даже не мог предположить, что отец такое совершит. Но прекрасно знает, что его толкнуло на самосуд. Боялся, что убийцы еще одного сына Ревзана останутся бездоказанными. Один из организаторов проходил по головному делу как свидетель. А второй, который был вчера на суде, он в скором времени хотел выйти на свободу. Об этом говорили многие из проверенных источников. Руслан уже просто не выдерживал 21 заседание за два года. Никакого конкретного приговора, затягивания дела. И у него не выдержали нервы. О том, что подозреваемые могли избежать наказания, говорит и жена Руслана Топаева. Мол, муж стал свидетелем, как один из них прямо в зале суда обсуждал с адвокатом сумму, за которую их могли выпустить на свободу. Последний раз уже на суде он же когда был, он на айфон свой даже записывал. Говорит, они разговаривают вот этот вот с Мурко, говорит, со своим адвокатом. И, говорит, слышно, говорит, по этим разговаривать, сколько, говорит, там надо дать этому суде 8-10 тысяч долларов. Или он хочет левую вспоминять. Они держат страхи тех людей, которые не могут себя защитить. Все, что я о них знаю, это то, что они убийцы, преступники и люди, которые контролируют огромное количество наркотрафика в Днепропетровской области. Подозреваемых в деле трое. Сергей Вероновский, Денис Подолякий и Роман Жмурко по кличке Мопа. В феврале прошлого года они расстреляли Ревзана Топаева и его друга. Что произошло, видно на этих кадрах с камер видеонаблюдения. Подозреваемых на автомобилях «Хонда» и «ВАЗ» блокирует жили белого цвета и открывает огонь. Ревзан Топаев и его друг Илья Бондар погибают на месте. Прошло почти два года, но приговора нет. Вчера, напомню, во время очередного судебного заседания Руслан Топаев подорвал две гранаты. Одну бросил в сторону подсудимых, вторую себе в подноги. Он погиб на месте. Один из подозреваемых, Сергей Вероновский, умер в больнице. Сегодня в Никопольском суде все еще наводят порядок. Окна закрыли клеенкой и металлическими листами. Вокруг здания подметают стекла и от двери в зал опечатали. Судья уверяют, предотвертить взрыв не могли. А речный металлоискатель вот уже 7 лет как поломан, денег на ремонт нет. А недавно сократили финансирование даже на охрану. Тем временем следователи провели обыски дома у Топаевых Запорожья. Там вся семья живет уже несколько лет. Ничего подозрительного не нашли. Что касается подозреваемых, наши источники сообщили, это участники преступной группировки Белое Братство. Они около 10 лет курируют наркорынок в Никополе. Сейчас подозреваемые в тяжелом состоянии в больнице. У них впереди не одна операция, а за расстрел двух парней им грозит пожизненное лишение свободы. Елена Мадлюк, Сергей Бордюжа, Евгений Кольнецов. Подробности в неделе. Телеканал Интер. Днепропетровская область. Ну и еще один антикоррупционный орган, о котором мы сегодня не говорили, НАПК. Агентство, созданное специально для проверки деклараций политиков и чиновников. Работает оно уже больше года, а вот результатов словно заняты всего лишь несколько недель. Впрочем, иногда, после громких журналистских расследований, НАПК выдает на гора даже решение о штрафах. Например, сегодня стало известно о том, что агентство все же обратилось в суд с просьбой оштрафовать Дмитрия Бута, скандального замначальника следственного управления нацполиции. Основание для штрафа – незаконно полученный Бутом подарок на 160 тысяч гривен. Причем этот подарок – собака. Правда, забавно? Собака за 6 тысяч долларов. Но если уж в агентстве заметили такого домашнего питомца, то наверняка должны были обнаружить и две квартиры в одном из элитных районов Киева, и машину, явно не по зарплате Бута, и наличные средства на руках у чиновника. По крайней мере, в Центре противодействия коррупции сегодня попытались обратить внимание НАПК на все это имущество. Будет ли результат от проверяющих, узнаем, вероятно, уже на следующей неделе. Ну, а сегодня на этом все. Спасибо, что смотрели. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин